Полку игрушек первоклассницы из Первомайска Ани Шубиной сегодня прибыла. Ей подарили рыжего медведя Диму. Она прячется за новую игрушку, стесняется. Столько гостей сразу семья не принимала давно. Жилплощадь не позволяла. Пять лет уже ходит в хоккей. У нас медаль имеется. Но подачи мы играем? Нет. Никита Шубин в этом году пошел в третий класс. Но все свое свободное время Никита пропадает с клюшкой и шайбой. Летом тренируется на спортплощадке и дома. Чтобы одолеть нормативы по отжиманиям и подтягиваниям, присмотрел место в гостиной. У нас дом простой. Там была меньше комната, а тут побольше. Побольше комнаты мне сейчас нравится. Это наш зал. Большая комната. У нас такой не был комнат. У нас появилась возможность поставить здесь большой диван для отдыха и пианино для дочери. Мама Юлия и папа Денис твердо решили, из старой квартиры никакой мебели в новую не возьмут. Только кровати, чтобы было где спать. Говорят, что даже с их скромным семейным бюджетом другую обстановку потянут. Самое основное уже есть. Новые квадратные метры с отдельным входом и под ключ. Счастье нас приполняет. Мы действительно счастливы. Со всеми удобствами, с газом. То есть это я буду... Мы раньше как готовили кушать, покупали баллоны газовые, но нужно было постоянно их заказывать, либо ездить за ними добираться. И опасно это было. Газовый баллон. Надо подключать все это. Лишние хлопоты. А сейчас? Газ есть. Счастье. Это действительно счастье. Честно. И мое женское. Буду пирожки чаще печь. В Первомайске деревянное зодчество почти на каждом шагу. Увы, похвастаться этим можно с натягом. Большое количество построек было возведено еще в позапрошлом веке. А шедеврами архитектуры, бараки, типовые деревянные двухэтажки совсем не назовешь. Для нас сегодня 20 тысяч квадратных метров до окончания этой программы нужно расселить. Я считаю, это хорошие цифры. Естественно, по деньгам это приличный бюджет. И здесь помощь области и федерации неоценима. Расселение ветхого аварийного фонда – приоритет для работы правительства региона, подчеркивает глава области Валерий Шанцев. Посему он требует от муниципалитетов, застройщиков и подрядчиков строить качественно и не срывать сроки. В 2013 по вводу в эксплуатацию жилья для расселения граждан из ветхого аварийного фонда Нижегородская область вошла в десятку лидеров регионов среди субъектов России. Было построено 49 многоквартирных домов. Это более 18% от общей площади благоустроенного жилья. В среднем по стране этот показатель составил только 3,5%. В этом году я поставил задачу переселить жителей из 500 ветхих аварийных домов. Это 4 тысячи жителей. И вот такая программа осуществляется сейчас по всем нашим районам. Вот такие вот дома, которые мы проезжаем мимо, они сносятся и строятся комфортабельные квартиры, отдельные дома. Вот в данном случае в Первомайске мне нравится, что дома двухэтажные, но у каждой семьи свой вход. Это дает комфорт, это дает удобство. Всего в 2013 году отремонтировали 305 многоквартирных домов в 34 муниципалитетах. Общий объем финансирования составил почти 500 миллионов рублей. Около 40 тысяч человек улучшили условия проживания. На глазах растут новые дома. Сносится старый фонд. Были двухэтажные дома старые, пристарые. В ужасных условиях жили люди. На протяжении многих лет это туалет на улице, дрова. Я работаю на предприятии, где 4 тысячи работающих на транспинематике. Многие наши работники попали. И многие ждут. И об этом много разговоров. Рядом с новыми домами появляется и новая инфраструктура. Детский сад на 100 мест подрядчики обещают сдать уже в ближайшие месяцы. Анастасия Рябова, Михаил Гордников из Первомайского района. Объективно ННТВ.